Всем привет! С вами я, главный мечтатель! Всех поздравляю с Днём Космонавтики! И в такой день я не мог рассказывать о певцах или артистах. Ведь в нашей истории был настоящий мечтатель, благодаря мечтам которого сегодня возможны полёты в космос. И это уже не кажется чем-то сверхъестественным. Прежде чем начать, я напомню, что я по-прежнему жду вашей истории о мечтах. Пишите и расскажу о ваших мечтах своим зрителям. Расскажу сегодня о человеке удивительной судьбы. Он мог разбиться на планере, но не разбился. Его вполне могли расстрелять как врага народа, но приговорили к тюремному сроку. Он мог погибнуть уже в лагерях, но выжил. Мог тонуть на корабле в Тихом океане, но опоздал на судно, которое через 5 дней потерпело крушение. Этот великий учёный выжил для того, чтобы в буквальном смысле пройти через тернии к звёздам и первым вывести человечество в космос. Наверное, не было на планете другого такого человека, который бы так сильно и преданно любил небо. Сергей Павлович Королёв родился 12 января 1907 года в городе Житомире, Волынской губернии, в семье учителя русской словесности Павла Яковлевича Королёва и дочери Нежинского купца Марии Николаевны Москаленко. Через год семья переехала в Киев, потом был Нежин и, наконец, Одесса, где Сергей обучался в домашних условиях. Когда в 1921 году в Одессе был образован отряд гидросамолётов, будущий конструктор ракет всерьёз увлёкся воздухоплаванием. Он завёл знакомство с членами данного отряда и совершил свои первые полёты на гидросамолёте, решив стать лётчиком. И страсть к небу чередовалась у него с работой в школьной производственной мастерской, где будущий конструктор научился работать за токарным станком. Он вытачивал детали очень сложной формы и конфигурации. Эта столярная школа пригодилась ему в будущем, когда он начал строить свои собственные планеры. А в 1922 году в Одессе была открыта стройправшкола, в которой на тот момент преподавали лучшие учителя. В неё и поступил 15-летний Сергей. В 1923 году на Украине было образовано общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма. Сергей Королёв сразу же стал членом данного общества и занимался в одном из его планерных кружков. Там же сам читал рабочим лекции по планеризму. Знания по истории авиации и планеризму Королёв приобрёл самостоятельно, читая специализированную литературу, в том числе книги на немецком языке. И в возрасте 17 лет он сконструировал свой первый летательный аппарат, который назвал безмоторный самолёт Ка-5. В 1924 году Королёв поступил в Киевский политехнический институт на авиационное отделение. Именно здесь он впервые прочёл работы Константина Циолковского, после чего загорелся идеей создания ракет для полётов в космос. Но это была мечта. В реальности же Сергей Королёв всё свободное время отдавал планеризму. Начиная с 4 курса он совмещал учёбу и работу. С 1927 по 1930 годы принимал участие во всесоюзных планерных соревнованиях, которые проходили на территории Крыма под Коктебелем. Здесь Королёв летал сам, а также представлял модели своих планеров, в том числе СК-1 «Коктебель» и СК-3 «Красная звезда». Проучившись два года в Киеве, он перевёлся в Московское высшее техническое училище, ныне МВТУ, удачно совмещая учёбу и работу на авиационном заводе. Сильное влияние на жизнь Сергея Королёва оказала его встреча с Циолковским, произошедшая в Калуге в 1929 году по дороге из Одессы в Москву. Эта встреча предопределила дальнейший жизненный путь учёного и конструктора. Беседа с Константином Эдуардовичем произвела на молодого специалиста неизгладимое впечатление. «Циолковский потряс меня тогда своей непоколебимой верой в возможность космоплавания. Много лет спустя вспоминал конструктор. Я ушёл от него с одной единственной мыслью – строить ракеты и летать на них. Всем смыслом жизни для меня стало одно – пробиться к звёздам». 1931 год стал знаковым для Сергея Павловича. После завершения учёбы он был принят на должность старшего инженера в Центральный аэрогидродинамический институт и участвовал в организации группы изучения реактивного движения при Асавиахиме СССР, которую возглавил уже в 1932 году. В том же 1931 он женился на враче Винцентине Ксении Максимилиановне, с которой познакомился ещё в 1928-м Волубке, когда ездил на планерные соревнования. 17 августа 1933 – запуск первой мере ракеты с двигателем на гибридном топливе ГИРД-09. Конструкции Михаила Клавдевича Тихонравова, а также на жидком топливе ГИРД-Х в ноябре того же года. Помимо этого Королёв участвовал в разработке первого в мире автопилота для самолётов и руководил группой, занимавшейся проектированием крылатых ракет. В 1934 году вышла в свет первая печатная работа Сергея Королёва, которая называлась «Ракетный полёт в стратосфере». Уже в этой книге конструктор предупреждал о том, что ракета является очень серьёзным оружием. Образец книги он послал Циолковскому, который назвал книгу «Содержательной, разумной и полезной». Уже тогда Королёв мечтал как можно более плотно заняться постройкой ракетоплана. Всё шло по плану. Молодой, талантливый инженер уверенно двигался к своей мечте. Но задумкам его не суждено было тогда осуществиться. В 1935 году у Сергея с Ксенией родилась дочь Наталья. Всё шло отлично, но в 1937 году волна репрессий, захлестнувшись в Советский Союз, докатилась и до Эрнии. Осенью 1938 года в его квартиру постучали сотрудники НКВД. Королёва арестовали по ложному обвинению 27 июня 1938 года. 25 сентября он был включён в список лиц, подлежащих суду военной коллегии, Верховного суда из СССР. В списке он проходил по первой категории, что означало рекомендуемое органами НКВД мера наказания – расстрел. Королёву было предъявлено обвинение в шпионаже и вредительстве, однако Сергею, если можно так сказать, повезло. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания на Колыме. 21 апреля 1939 года этапирован на Колыму, где с 3 августа находился на Золотом Прииске Мальдяк. Западного горнопромышленного управления и был занят на так называемых «общих работах». Там он тяжело заболел цингой. От смерти его спас другой заключённый Михаил Усачёв, бывший директор Московского авиазавода, знавший Королёва ещё на свободе. Усачёв помог устроить Королёва в санчасть. Бороться за пересмотр дела Королёва первая начала его мать, заручившись поддержкой депутатов Верховного Совета СССР Гробова и Грязодубовой. Приговор от 27 сентября 1938 года был отменён и дело передавалось на новое рассмотрение. В результате Королёв 23 декабря 1939 года был направлен с прииском Мальдяк в распоряжение Владлага и потом в Москву на пересмотр дела. По дороге с прииска Сергей Павлович Королёв заболел и оказался в лазарете. Он опоздал в Магадане на последний рейс парохода Индигирка перед закрытием навигации. Возможно, это спасло Сергея Павловича от смерти. Пароход затонул в Японском море во время шторма. Погибло 696 человек из 1173, находившихся на борту. 2 марта 1940 года он вновь оказался в Москве. Был вторично судим. На этот раз его приговорили к 8 годам лагерей, направив в новое место заключения – в московскую специальную тюрьму НКВД ЦКБ-29, который под руководством своего учителя Туполева принимал участие в разработке бомбардировщиков Ту-2 и П-2, одновременно с этим инициировав работы по созданию управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного истребителя-перехватчика. Данные работы стали причиной его перевода в 1942 году в другую КБ, но также тюремного типа, которая работала в Казани при авиазаводе номер 16. Здесь осуществлялись работы над созданием ракетных двигателей новых типов, которые в дальнейшем планировалось использовать в авиационной промышленности. Нигде и никогда Сергей Павлович не рассказывал о своей жизни в лагере. После начала войны Королев просился отправить его летчикам на фронт, но Туполев, который к тому моменту уже хорошо узнал и оценил его, не отпустил, заявив, а кто будет самолеты строить. Под руководством Андрея Туполева Королев проектировал свой первый самолет. Именно этот знаменитый авиаконструктор сделал все возможное, чтобы вытащить своего ученика из лагеря. Сергея Павловича досрочно освободили только в июле 1944 года по личному указанию Сталина, после чего еще один год он продолжал работать в Казани. Рассказываю все это и мне грустно, только в нашей стране так раскидываются талантами. Такие люди, как Королев, могут перевернуть мир, а его просто сослали на Колыму. Кстати, Колыма моя родина, там я провел свое детство. Учился в школе, там тысячи историй о ссылках и так далее, и тысячи сломанных судеб. Жаль, что у нас по сей день так и не научились ценить умных людей. К великому сожалению, в нашей стране не нужны люди. Все выживают как могут, но не буду погружаться в эту тему, так как тут канал о мечтах. Через три года с него сняли судимость, полностью реабилитировали и в конце войны направили в поверженную Германию изучать немецкие ракеты Фау, которые из-за недоработок так и не стали оружием возмездия. Сегодня кое-кто пытается кинуть камень в Королеву, мол, все достижения советского ракетостроения – это наследие Гитлера. При этом забывая, что в наши руки попали лишь отдельные детали ракет и некоторая документация. А США стали полноправными обладателями Вернера фон Брауна, человека, придумавшего Фау. Но они все равно не успели. Мало того, что на боевое дежурство в Советской Армии, начиная с 50-х годов, были поставлены баллистические ракеты стратегического назначения, так еще и дорогу в космос открыли советские ученые под руководством Сергея Павловича Королева. Как гром среди ясного неба прозвучали сообщения о запуске в 1957 году первого искусственного спутника, затем в 1960 году о полетах двух собак – Белки и Стрелки и, наконец, первый в мире полет человека в космос 12 апреля 1961 года. Все это время Королев находился под жесточайшим прессом как со стороны руководства страны, так и по причине собственных амбиций. В 1949-м первый брак Сергея распался. Долгое отсутствие пошатнуло семью Королева. У Королева был еще один брак с Ниной Ивановной Королевой, с которой он прожил до конца своей жизни. Говорят, что он был жестким и властным, а как иначе, при подготовке посадки на Луну первого в мире беспилотного аппарата, все ломали голову, какой может быть ее поверхность. Споры могли длиться вечно, пока Сергей Павлович безапелляционно не завил, что он лично принимает решение. Поверхность Луны твердая. И она действительно оказалась твердой. Но об этом гениальный конструктор не узнал. 14 января 1966 года в возрасте 59 лет Королева не стало. Я не буду рассказывать историю смерти, так как там очень много нестыковок. Если будет интересно, то информация есть в свободном доступе. При жизни Королева на космических кораблях, им сконструированных, в космосе успело побывать 10 космонавтов. Был осуществлен выход человека в открытый космос. Это сделал Алексей Леонов 18 марта 1965 года. Под непосредственным руководством Сергея Королева в СССР был создан первый космический комплекс. Многие геофизические и баллистические ракеты. Запущена первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. Ракета-носитель «Восток» и ее модификации. Искусственный спутник Земли. Осуществлены полеты космических кораблей «Восток» и «Восход». Разработаны первые космические аппараты серии «Луна». «Венера», «Марс», «Зонд». Разработан космический корабль «Союз». В 1966 году Академия наук Советского Союза учредила золотую медаль за выдающиеся заслуги в области ракетно-космической техники имени Сергея Павловича Королева. В Житомире, Москве и на Байконуре ему были установлены памятники. Память конструктора увековечили большим количеством названных в его честь улиц, а также мемориальным домом-музеем. В 1966 году подмосковный город Калининград был переименован в «Наукоград Королев» в честь работавшего здесь выдающегося конструктора ракетной техники. В его честь были названы перевал на Тиншане, крупный лунный кратер и астероид. Его имя навечно вписано золотыми буквами в мировую историю, как человека, проложившего для человечества дорогу в космос. Исполнилась ли мечта Сергея на 100%? Думаю, нет. Ведь он был безграничным мечтателем и уже в начале 60-х планировал отправить марсоход на Марс. А после даже подумал об отправке космонавтов на Марс и думаю, будь он жив, Марс освоили бы уже тогда. Так или иначе, его ракеты побывали в космосе. Королев – знаковая фигура в истории всего человечества. Мне очень грустно осознавать, что своя же страна подорвала здоровье инженера. Возможно, он мог бы прожить дольше. Но ссылки на Колыму и годы заключений явно не могли положительно сказаться на здоровье инженера. Более того, было упущено очень много времени. Времени, когда Королев мог воплощать свои мечты в жизнь во благо всего человечества. Как по мне, история жизни Королева – это Россия. Здесь нужны гении, но не нужны гении. Но история Сергея Королева – это яркий пример, что даже самые невероятные мечты исполнятся, несмотря ни на что. Перед мечтой ломаются любые преграды. Это проверено. На сегодня все. Мечтайте и все ваши мечты исполнятся. Субтитры сделал DimaTorzok